добрый день давайте сегодня с вами посмотрим небольшой расклад на вопрос да нет и что посоветует карта в случае если ответ будет нет новый расклад такой нашла новый для себя наш вопрос или желание вы можете загадать желание сбудется не сбудется или просто какой-то задать вопрос на который требуется ответ может быть ответ да или нет здесь нам нужно сейчас будет выбрать сигнификатор для этого предлагается найти карту колеса фортуны которая будет у нас обозначать как раз ваш вопрос или ваше желание давайте искать вот оно колесо фортуны знаете как интересно лежит между перевернутым магом и двойка пентаклей с одной стороны это может говорить о том что вы делаете недостаточно либо преследуете очень какие-то корыстные цели интересы которые может быть как-то могут ущемлять права других людей то есть это либо недостаточно вашего приложения силы воли либо это вот исключительно своих интересах действия поведения либо также и или да это неопределенность своего желания то есть вы или четко его не сформулировали либо мечетесь между двух желаний не можете выбрать одно то самое заветное то самое существенное к цели но тут если речь идет именно загаданные желания сбудется сбудется или не сбудется но вопрос да нет конечно интерпретировать я здесь не буду потому что для кого-то может быть до хорошим ответом а для кого-то может быть нет хорошим ответом в зависимости от вопроса теперь мы оставляем колесо фортуны для тех кому интересно кто сам занимается таро буду комментировать то что я делаю для тех кому техника неинтересно просто думать о своем вопросе о своем желании итак колесо фортуны у нас сигнификатора мы берем еще 7 арканов как хотите может подряд может на 2 это колода кстати не зря я сказала за перевернутого мага потому что это наверное одна единственная колода как в которой я почему-то использовать перевернутый аркан обычно как-то никто на них не любит гадать это вызывает дополнительные оттенки дополнительной сложности оттолкования вместе с ним и прибавляет многообразие итак теперь мы раскладываем по парам на четыре позиции первая позиция это абсолютное да то есть да при любых обстоятельствах вторая позиция скорее да чем нет третья позиция скорее нет чем да то есть вероятно но скорее что вряд ли это исполнится и точно нет теперь мы открываем наши позиции все очень легко и просто и ищем где у нас оказалось колесо фортуны таким образом это будет являться ответом на ваш вопрос уже не да получается мы еще эти арканы будем рассматривать так сложности возникают да у нас явно смотрите ответ нет то есть опять может быть я кого-то сейчас расстроила разочаровала что нет но если желание не сбудется конечно это не очень приятно но мы будем смотреть сейчас что для этого нужно сделать потому что не просто так на эти карты остальные даются иначе можно было бы все упростить а вот для тех кто загадал да или нет в зависимости от вашего вопроса если вы загадали например случится ли как какая-то неприятная ситуация какое-то нехорошее событие и ответ получился нет то тогда для вас это будет конечно положительным результатом если вы загадали какое-то соответственно позитивное для себя положительное событие то для вас конечно будет нет негативного ответа на вопрос который вас не устроит и так что мы смотрим да нет и сразу почему нет у нас выпадает ваш мечей это скорее всего ваша модель поведения можете действовать агрессивно опять я уже говорила маг переворачивается это какие-то ваши действия ваше поведение которое задевает интересы других людей это может быть одним из одной из подсказок да почему нет то есть это вам мешает когда мы кому-то наступаем на пятки например я говорю например если вы хотите занять какую-то должность ну через голову что ли да то конечно вы будете наступать на пятки тому кто там по рангу следующий по субординации да должен был бы по идее претендовать на это место это я пример привожу чтобы вы понимали то есть это какие-то такие ваши действия не очень которые другими людьми могут не очень так хорошо восприниматься но впрямую это может быть агрессивность какая-то нервозность не принятие событий вокруг себя раздражительность может быть такое и это кстати очень может вам мешать в этом вопросе давайте посмотрим еще что да вот если вы тут скорее нет что еще может вам мешать это вот опять чересчур сильное стремление карта плохо видно сейчас чересчур сильное стремление поколесниться добиться своего и в то же время когда вы понимаете что вы к своим результатам не приближаетесь нарисовывается у вас пятерка кубков это разочарование да опять не так опять не так но вместе с тем энергия не покидает вас и вы все стремитесь 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 кажется говорит о том что просто вы можете свои силы из как сказать источник вашей энергии может сильно поиздержаться так что вы просто можете это бросить все слишком вы как-то активно агрессивно хотите хотите получить желаемое это все-таки наверное больше трактовки кто ожидал услышать на свой вопрос ответ да потому что на ответа нет но я уже сказала для ответа нет можно на этом оставили остановиться и расклад закончить да мы сейчас вот разбираем почему не да и что сделать чтобы было да то есть я уже сказал для кого ответ нет является положительным ответом тот для того это расклад заканчивается сейчас смотрим что сделал чтобы было да скорее да что здесь выходит что вы делаете не так тройка пентаклей карта мастерства переворачивается это означает что это в самом мастерства и опыта может быть вам здесь не хватает и восьмерка мечей я думаю многие уже знают много раскладов посмотрели там изображен человек с завязанными глазами окруженный в семью мечами как будто забор из него стоит тот самый это самая нехватка опыта вы можете не видеть просто потому что не хватает опыта не можете взглянуть на данную ситуацию как-то с другой стороны вот нет от этого охвата может быть какая-то там на зашоренность да вот вижу только вижу цель не вижу препятствия вот такое вот может быть а посмотреть по сторонам вот это для вас как-то пока вариантов не было в том в то же время это совет как-то вот расширить кругозор посмотреть на эту ситуацию другими глазами вы чего-то не видите здесь и вы по этому что-то делаете не так а вы действуете исходя из из своего личного опыта для решения этого вопроса вам не хватает не хватает может быть какого-то совета мнения других людей то есть откуда мы можем получить другой опыта либо по совету другого человека который этот опыт наработал своей жизни либо ну собственно говоря наступив на пройдя эти грабли в своей жизни да то есть учиться на чужих ошибках либо следовать советам других людей кому вы доверяете кому вы считаете что вы правом такое ощущение что здесь право считаете только себя и поэтому вот как-то вот вы не видите узко как-то действуете очень узко не хватает вам вот маневренности что ли широты как-то не хватает вот вы грубо говоря идете вот к своей цели вот у вас не получается вы раздражаетесь вы больше напора по колеснице больше напора у вас и опять все продолжаете тоже узкой тропинкой надо вот искать разворот вот кстати я вот здесь она в этом шарике вижу вас впервые наверное в этом видео если кто-то меня там разглядит не знаю почему я на это внимание обратила потому что это может быть подсказка взглянуть на ситуацию на себя как в зеркало зеркально посмотреть может быть с позиции другого человека почему у вас не получается может быть другой человек него другое мнение вы может не можете пройти через него пройти через вот его то есть может быть он вам препятствует может быть вам надо с ним поговорить выяснить что-то у вас вот как вот этот преграда то есть взгляните на ситуацию либо шире либо с другой стороны посмотрим позицию которая говорила бы нам бы точно до восьмерка жезлов с восьмеркой пентакли рядом ну сбавьте здесь сбавьте обороты тогда это произойдет скорее у вас здесь прослеживается вот колесницы пожем мечей восьмерка пентакли опять переворачивается восьмерка пентакли что-то не так вы делаете очень много активной энергии в данном вопросе но мало какого-то творческого подхода может быть где-то более вот именно что как-то более творчески надо подойти как-то вот этот вот расширить свой горизонт данной ситуации что это может быть вести себя как-то по-другому попробовать да если это касается в личных отношениях да и в рабочих тоже попробовать изменить манеру своего поведения дополнять я здесь не буду здесь достаточно подсказок которая говорит которые говорят о том что вы себя неправильно ведете кстати говоря у меня была уже мысль сделать следующий расклад о том что нужно изменить в себе чтобы добиться своей цели может быть вот не случайно да уже как в мультике одну ягодку беру на другую смотрю третью примечаю четвертая мерещится вот наверное когда в голове сидела сидела мысль о следующей теме расклада возможно и здесь у нас нарисовалась такая картина что нам что-то не хватает чтобы цель исполнилась но я пожалуй это видео сделаю следующим как раз да что нужно изменить в себе чтобы исполнить я думаю здесь частично вы поняли просто когда мы находимся в перевернутом боже мечей очень трудно как-то объяснить себе даже согласиться с этим да невозможно что что-то мы делаем не так нам кажется что мы все делаем правильно нам чего-то не хватает я не могу сказать что здесь прям все из рук вон плохо но здесь просто кажется советует как-то взглянуть на ситуацию с другой стороны ну давайте кому интересно в следующем видео мы это продолжим если расклад вам понравился конечно ставьте лайки мне будет очень приятно подписывайтесь кто не подписан на этой площадке на других все ссылки есть в описании канала видео делитесь этим с другими вашими знакомыми которые могут этим заинтересоваться и если вы думаете это может как-то помочь всем спасибо за просмотр всем до свидания